Всем привет, на канале Unreal Russia. Давайте поговорим о том, как исправлять дефекты 3D-моделей, которые были скачаны с интернета. В тот случай, когда нам приходится использовать модельки с сайтов типа Free3D.com, TurboSquid, CGTrader и так далее. Очень часто эти модельки обладают дефектами, особенно бесплатные, но что поделать, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят, иногда приходится исправлять таких ударенных коней. Сейчас мы поговорим про 5 самых популярных дефектов. Раньше их можно было исправлять только в 3D-софте типа Blender, 3D Max и так далее. Внутри Unreal ничего с ними поделать было нельзя. Но с недавнего времени в Unreal появились классные официальные плагины, которые называются Polygon Editing и Modeling Tools Editor Mode. Они по дефолту есть в движке, но они не включены. Их надо включить. Давайте включим. Вот эти вот два плагина, Modeling Tools Editor Mode и Polygon Editing. У меня в проекте они уже включены, потому что я их предварительно включал, но у вас они по дефолту будут выключены. Можете включить. Теперь закрываем. Давайте импортируем типичную такую проблемную модельку. В моем случае это моделька наушников, в которой очень удачно собраны все самые популярные дефекты. Это прям бинго. Тащим ее в проект. И первый дефект, который мы видим, это то, что ее расточило на много частей. Чтобы такого не было, когда импортируем static mesh, нам надо ставить галочку на Combine Meshes. Тогда они все будут объединяться. Давайте это все удалим и заново импортируем. Вот эта вот галочка Combine Meshes, ее может быть не видно из-за вот этой вот фигни. Поставили галочку и теперь они у нас нормальные. Давайте их откроем. Следующий дефект, который бросается в глаза, это то, что наушники местами дырявые. Это из-за того, что на модельке неправильно вывернулись в нормале. Чтобы их обратно флипнуть, надо открыть вкладку Mesh Editing. Вот она вкладка. Если мы включили плагин, то она здесь появится. Если не включили, то значит ее здесь не будет. В этой вкладке мы заходим в Edit Mode, потом выбираем те нормали, которые нам надо вывернуть. С клавишей Ctrl мы можем выбирать несколько одновременно нормалей. Потом дальше нам надо нажать Flip. Они флипнулись, выходим из Edit Mode и смотрим. Вот они эти нормали, которые мы вывернули как положено. Конечно, мы не будем сейчас флипать прям все нормали, потому что моделька такая нудная. Нудно будет выбирать все. Остановимся на этом, но суть короче ясна. Когда мы видим дырки в модельках, это скорее всего флипнутые нормали. Нам надо их флипнуть в обратную сторону. Сохраняем Mesh и идем дальше. Дальше третий дефект. Давайте наушники посмотрим рядом с персонажем. Как видим, у них слишком большой масштаб. Это очень часто бывает, когда откуда-нибудь с интернета качаешь, например, модельку Муравья, тащишь ее в проект и оказывается, что Муравей у тебя размером на пол карты. Такой короче мутант Муравей. Как видим, эти наушники, они тоже у нас большеватые. Давайте изменим их масштаб. Чтобы это сделать, нам надо перейти в режим Modeling. То есть здесь в кнопке Modes переходим в Modeling. Напомню, что я для этого предварительно включал специальный плагин. Заходим в Modeling. Это то, что мы можем делать со своим мешем. Нам сейчас понадобится Transform. Для того, чтобы изменить масштаб, нам надо будет выбрать этот маленький квадратик посередине и потянуть мышкой влево. Потянули влево. Ну, допустим, какой-то вот такой масштаб нас может быть устроил бы. Жмем Complete. И теперь они у нас нормального масштаба, как положено. И сразу мы видим потенциальный четвертый дефект. Это то, что pivot point выставлен у нас не совсем там, где надо. В этой модельке он еще более-менее. Он хотя бы по центру. А бывают модельки, где он вообще где-нибудь там в стороне. Я не знаю, зачем 3d моделлеры иногда так делают. Но, видимо, они художники. Они так видят. Давайте установим pivot point туда, куда положено. Для этого надо зайти в Transform Edit Pivot. И pivot уже вытащить куда-то вот сюда. Мне кажется, вот здесь он более уместен. Жмем Accept. И все. Теперь у нас pivot point там, где положено статик меша у нашего. И последний, пятый дефект, это то, что на модельках с интернета чаще всего полигонаж высоковатый. Бывает вообще конский. Бывает качаешь какую-нибудь модельку квадратной табуретки, например, кидаешь ее в проект, а там на ней 130 тысяч полигонов. И это как бы немножко многовато для квадратной табуретки. И их надо ну чу-чуточку сократить. Так процентов эдак на 99. В этих наушниках давайте глянем, что там за полигоны. Здесь 3600 полигонов, что в принципе не так уж и много, но их тоже можно подсократить. Давайте глянем, как сократить их. Для этого нам надо зайти в Triangles и здесь нажать Simplify. Simplify по дефолту нам предлагается сократить количество полигонов на 50 процентов, но в наушниках в этих, если мы сократим на 50, то видим, что они становятся такие угловатые. Нам их надо будет ну не на 50, а процентов может быть на 70. На 70, мне кажется, нормально будет. На 70, видите, полигонов стало меньше, но наушники свою форму не потеряли. Мне кажется, 70 норм. Жмем Accept и в принципе мы можем выйти уже из этой моды. Все, мы теперь уже с Mesh ничего не делаем. Давайте зайдем в этот самый Mesh и посмотрим, сколько у него теперь полигонов. Полигонов изначально было 3600, а теперь их уже 2500, что значительно меньше. Эти наушники с интернета не могли бы быть и на 300 тысяч полигонов, это было бы ничуть не удивительно. Теперь с наушниками все более-менее хорошо. Давайте уже модельку наушников закроем и кажется все, что хотел рассказать, я уже вам рассказал. На этом туториуме, получается, заканчиваем. Напомню, мы сейчас только исправили 5 дефектов. Это разделенный Mesh на много кусков, вывернутые нормали, слишком большой масштаб, неправильно расположенный pivot point и слишком много полигонов. Я вам честно признаюсь, я бы очень хотел, чтобы когда я только начинал работать с Unreal, мне бы кто-нибудь в то время все это подсказал, а то оно мне давалось очень больно. Но надеюсь, что у вас теперь будет более поменьше. На этом все, всем всего хорошего, ставим лайк и до скорых встреч!